Всем привет! Сегодня поговорим о сборочке Lubuntu 18.04. Довольно-таки экономичная. Вот сейчас у меня включена программа записи. Все равно, вот посмотрите, как она кушает центральный процессор на 22% и на 29% оперативки. И без программы записи с экрана, тут стояло 1 и по-моему 20 что ли, что-то такое. Очень экономично используют ресурсы компьютера. Поэтому эта сборка хороша для старых компьютеров с объемом оперативной памяти. Там даже меньше гигабайта, начиная по-моему от 512 мегабайт и уже она на нем, как говорится, на таких компьютерах шевелится. LXDE называется, значит, этот рабочий стол. Для себя я его прозвал гусиной лапкой. Поскольку, вот, видите, несколько напоминает птичью лапку символ LXDE. Легкая такая рабочая оболочка. Естественно, в ней нет такого уж большого функционала, скажем, и проработанного интерфейса. Но, тем не менее, все основные программы встали. Значит, офис я тут сюда поставил последний. Как говорится, вот, смотрите, сами обновлено. Сам я, как говорится, не могу. Сейчас, вот, проверка обновлений. Ну, видите, последней версии. Значит, хотелось бы отметить, что особенного есть в этой сборке. Особенного вот что. Я сюда поставил SystemBug. Но SystemBug я поставил, вот, посмотрите. Версия 1.9.3 и так далее. Вот. То есть, если вы зайдете вот сюда, пойдете в About, о программе, то увидите вот такое вот интересное сообщение. Немножко, значит, о том, в чем же, как говорится, дело. Дело в том, что в прошлом году, 23 апреля, разработчик программы, господин Кендек, он написал, что больше не будет продолжать поддержку программы. И, вот, спешу, значит, поздравить любителей SystemBug. Появился, значит, итальянец Франко Каниди, его ник Эдмонд. И вот, он, значит, сделал версию SystemBug. Значит, вот, 1.9.3. Вот. 1.9.3. То есть, программа SystemBug понравилась не только там, мне, но и очень много, многим русскоязычным пользователям. Причем, вот эта версия, она работает с дебяном, с дебяновскими пакетами девяткой, стретч. То есть, прежние ставились, скажем так, на нее, на восьмерку, если ставились, нормально, а на девятку нет. Значит, здесь, значит, где у меня все это дело находится. Вот. Вишенки, установка программ, установка SystemBug. Ну, я даже могу вот сюда ее подтянуть. Вот. Перетяну, поставлю под. То есть, вот эта основная установка, а это вот установка на виде написана DBAN 9 Ubuntu 18.04. Вот таким вот образом. Значит, как установка происходит, значит, ну, первое, значит, можно этот файлик скачать у меня из кладовочки на на кроке. под любым моим видеороликом имеется, значит, ссылочка на мой сайт. На этом сайте вот идете на крок. На кроке, значит, идете в программы для Linux. Вот. Ищите, значит, здесь SystemBug. 1.9.3 в DBAN 9.0. Вот. И, значит, качаете, значит, вот вот этот вот файлик. Вот. SystemBug InstallPack и, как говорится, будет вам счастье. Значит, имеется также установочный пакет 1.8. Вот. Ну, а 1.9, значит, вот уже видите, где. Имеется, значит, вот здесь. Качаете его и, значит, ставите по, скажем так, общим правилам. Каким? Сохраняете все это дело в загрузках. Затем выполняете, значит, вот четыре такие вот команды. Я вот сейчас даже зелененьким цветом подправлю. Выполняете в терминале эти команды и практически установка завершена. Только потом я бегу в SystemBug, поскольку у меня проблем нет, и вот таких кракозябров мне не грозит. Почему? Потому что просто-напросто я ставлю SystemBug на английском языке. Для меня, допустим, меню на английском языке SystemBug, ну, оно, скажем так, не напрягает, потому что там всего лишь там парочка там слов даже для простых пользователей там заучить, и можно пользоваться для тех, кто, скажем, совсем с английским не силен. Ну, вот, почитайте там, как делать русификацию. Тоже, значит, можно тут посмотреть. ничего страшного тут нет тоже. Ну, это уж для, как говорится, любителей русского языка. Обычно я отвечаю не только создать образ изо, но еще отмечаю галочкой использовать сжатие X, Z. Значит, вот, смотрите, вот, образы получаются еще более компактными. Ну, короче, как написал мне один из пользователей, Systembug жил, Systembug жив, и Systembug будет жить. Красоту и ценность этой программы, значит, понимаешь, когда вот пару раз у тебя что-нибудь случается там на диске, а у тебя просто-напросто записан живой образ на флешке, то есть полноценная операционная система, с которой вы можете прямо с флешки работать со всеми вашими программами и так далее, и вот что-нибудь случается, а вы прямо находясь в флешке берете и восстанавливаетесь на разделе жесткого диска. Вот, когда это, как говорится, один раз проедешь, что это такое, вот тогда начинаешь уже понимать, что да, программа классная, то есть она может делать бэкапы, текущего состояния операционной системы в двух форматах, в собственном SB-LIF и в формате, значит, изообраза, который, этот изообраз можно записать на любой операционной системе, на флешку, и пользоваться где угодно, воткнули в любой компьютер, где вам дозволяется, вот, и прямо с нее работать, просто грузиться с флешки и работать как с нормальной операционной системой, плюс сборочка сама очень легкая, сама, значит, оболочка рабочего стола очень легкая, поэтому такая сборочка у вас будет очень, скажем, живая, вот, при загрузке там будете пару раз кликать по планку или здесь, там, или здесь его там находить стандартных вот здесь планк, и, как говорится, будет вам счастье. Значит, это вот такая вот особенность у данной сборки Lubuntu 18.04 с рабочим столом LXDE Ну вот для X-Face придумали хорошую аббревиатуру для LXDE может быть кто-нибудь еще придумает что-нибудь такое созвучное русскому языку. Вот. Хорошая, нормальная, добротная такая сборочка. Ну, как я всегда и говорю, что тут, значит, присутствует весь необходимый джентльменский набор и программа для записи экрана и программа для проигрывания видеороликов, программа для редактирования аудиороликов, менеджер центр приложений, где можете там поискать самые различные приложения, которые вам там нравятся. Ну, допустим, там аудио и видео пошли, там немножечко тут надо подождать, чтобы там обновилось все и выбирать и там вот видите практически аудио-видео у вас тут откинет ну, много что чего тут откинет. Вот. Очень много самых различных там программ. А можете выбирать пробовать, смотреть, удалять, ну, а кто вам мешает? Вот. Значит, ну, OpenShot я, по-моему, поставил сюда вот эти, как глянем. Да, OpenShot поставил. То есть, полноценный такой набор имеется для записи и редактирования видеороликов. Раз. Дальше, значит, интернет. Ну, как всегда, две кладовочки Mega и Dropbox. два браузера Google и Firefox. Паромчик, телевизор, Skype, TeamViewer, закачка Torrent файлов, закачка файлов больших размеров. Значит, Skype, WhatsApp и Wide Desktop это программы, скажем, для общения друг с другом. причем вот WhatsApp и Wide Desktop эти программы, скажем, даже более предпочтительнее и секретнее, чем Skype. Вот. Значит, специальных возможностей, но поставил только вот Onboard. Всегда запустить его можно с планка. Вот он он. И всегда, как говорится, вон видите, можете выбрать там язык и пользоваться. Пожалуйста, нормально все, как говорится, работает путем. Ну, про SystemBug я вам рассказал. Ну, а тут там терминал, диспетчер задач, G-Party, менеджер разделов. Ну, все, скажем так, самое необходимое, что может вам, как говорится, понадобиться у вас под рукой. Сама сборка получилась довольно-таки скромных размеров, несмотря на то, что я сюда много чего воткнул. Сейчас вам скажу точно. Так, вид. 1,6 гигабайта. Вот таким вот образом. Видите, да? я рекомендую эту сборку для компьютеров, скажем, 2007 года и старше, то есть, которому уже больше, скажем, 10 лет. Ну, и на современных компьютерах эта сборочка и эта система будет просто так, скажем, как ракета будет летать. Очень легкая, очень быстрая и в то же время все самое необходимое для работы здесь есть. Поэтому можете, значит, посмотреть, попробовать. Конки я тут сделал, вот у меня стоят длинные иконки, а у кого, значит, маленькие мониторы, так, стандартные, вот, иконки менеджер, то можно поставить укороченные иконки. Вот. Видите, тут уже идет просто основная такая, скажем, информация. У кого места достаточно, вот, ставьте длинные иконки. так что, вот, самая такая необходимая информация, значит, вам дадено, то, что нового, значит, сборки, значит, я вам тоже рассказал и необычного, это то, что вот такая вот появилась новинка, как то, что нам подарил итальянец, давайте еще раз во имя добром помянем, Франко Каниди, вот, под кличкой, под ником Эдмонд, вот, вынесем ему благодарность от русскоязычных пользователей, вот, за дальнейшую поддержку хорошей и добротной программы SystemBug, вот, ну, ладно, на этом краткий обзор по Lubuntu 1804 я заканчиваю, желаю вам всего самого-самого доброго, и до новых встреч, До новых встреч.